В Жолынском районе прошла августовская педагогическая конференция. Учителя данного региона детально обсудили, как будут учить детей с 1 сентября. Какие новые изменения ожидают первоклассников в новом учебном году? Какие условия для этого созданы на местах? Какие меры предприняты для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований? Подробности в материале. В новом учебном году по Жолынскому району действует 30 средних, три основных учебных заведения и шесть начальных школ, в которых знания будут получать 11 300 ребятишек. Около 1800 педагогов готовы к работе в традиционном формате. Помимо этого есть и учреждения дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования всего воспитывается 4240 детей. 1947 из них занимаются в школах искусств, 2197 в дворовых клубах, 96 в психолого-педагогических кабинетах. По сегодняшним данным, впервые порог школы переступят 857 первоклассников. Все работники образовательных учреждений, включая в обязательном порядке самих учителей, вакцинировались стопроцентно. К проекту АШЭХ подключены все школы Жолынского района. По сторонним лицам вход в здание воспрещен. Также наложены запреты на проведение различных мероприятий. Новый учебный год начнется в традиционном формате «один кабинет, один класс». В целях соблюдения социальной дистанции учащиеся будут заходить в школы с разных входов и выходов. При этом дети будут проходить через специальные дезинфицирующие блоки. Отметим, что если заболеет ученик какого-либо класса, то весь этот класс в полном составе уходит на дистанционное обучение. Также онлайн будут учиться дети, у которых заболеет или заразится кто-то из членов семьи. Сейчас во всех средних учебных заведениях ведется усиленная разъяснительная работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Всем директорам и педагогическому составу рекомендовано усилить контроль за здоровьем детей на местах и строгом соблюдении дистанции. Все 39 учебных заведений Жолынского района снабжены компьютерами. Их количество достигает 2906. Во всех школах установлены 599 камер видеонаблюдения. Еще 26 школ обеспечат наблюдением в текущем году. Выступившие в ходе педконференции, исполняющие обязанности руководителя областного управления образования, Талгат Жамалов подчеркнул, что каждый учитель должен работать над собой, над своим совершенствованием, как профессионала и личности, повышать свою культуру, педагогическую и человеческую. Для учителя в первую очередь нужна культура. Этого у нас не достает. Сегодня у нас перекос со свободой. Свобода – это, конечно, хорошо. Есть у нас академическая свобода, статус учителя мы подняли, возможности большие создали. Но есть учителя, которые неправильно им пользуются. Учитель должен быть в постоянном поиске, всегда должен развиваться, работать над собой, в тесной взаимосвязке с детьми, их родителями. Только тогда будет порядок и результат в работе. На педконференции акцент сделали и на вопросах обеспечения школ горячим питанием. Все учебные заведения и детские сады района готовы к новому отопительному сезону. В завершении особо отличившихся учителей наградили грамотами и нагрудными знаками.